Дети всегда радуются подаркам, особенно игрушкам. А что, если научить их самих изготавливать разные сувениры? Представители общественного фонда Хадам в рамках проекта Бргемес Сабахтастов мы вместе преемственность пригласили воспитанников областной детской деревни на мастер-класс по гипсовой лепке, чтобы они могли порадовать себя и друзей поделками ручной работы. Организаторы говорят, что это поможет юным лепщикам совместить приятное с полезным и даже открыть свой небольшой бизнес. На мастер-класс гипсовой лепки представители фонда Хадам пригласили 15 воспитанников областной детской деревни. Дети с интересом наблюдали за таинством превращения порошка в изящные фигурки и старались запомнить наставления мастеров. Одна из тех, кого заинтересовала возможность овладеть приемами лепки, учница 11 класса Жаннар Изберген. Она любит живопись и гончарное дело, а в последнее время в число ее хобби вошла и лепка из гипса. Мы сейчас лепим всякие поделки, а раньше мы также приходили сюда. Для меня такие занятия не представляют особой сложности. Я сама работаю в гончарном мастерской. Я хочу поблагодарить всех, кто организовал сегодняшний мастер-класс. Как сообщил руководитель общественного фонда Айгирым Бугабаева, это второй поток обучения детей гипсовой лепки. В первом приняли участие 25 воспитанников детской деревни. Наш фонд «Хадам» выиграл грант в рамках проекта «Бригемес Сабах Тастах». И сегодня мы проводим такое небольшое мероприятие. Здесь дети осваивают навыки прикладного искусства. В дальнейшем они смогут даже продавать свои изделия и создать на этом свой источник дохода. Также ранее мы проводили для них курсы мобилографии и СММ. Мы всегда поддерживаем тесные взаимоотношения с детской деревней. И в дальнейшем планируем проводить такие совместные мероприятия. Фонд «Хадам» функционирует уже около года, однако статус общественного фонда был присвоен только недавно. Здесь работают около 30 волонтеров. В основном их деятельность направлена на обучение детей, расширение их кругозора. Также волонтеры разработали несколько проектов по развитию сельской местности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова